здравствуйте уважаемые подписчики и просто зрители моего канала хочу предложить вашему вниманию ролик сепаратизм в сибири значит вы наверно спросите а почему называется сепаратизм в сибири а ты нам тут показываешь вот эту вот книжку конек горбунок так вот ребята оказывается что автор петр павлович ершов был как раз таки первым сепаратистом в сибири значит интересное дело как-то читая журнал огонек читаю значит там за 1900 и что ли год или когда там была значит большая выставка сельского хозяйства и машиностроительного искусства там ну все там короче собрано можете все это дело посмотреть есть в интернете читаю значит там такого-то такого-то числа такого-то года открылась сельскохозяйственная выставка в москве их было много значит и в москве и в париже там огромное количество они практически каждый год эти происходили эти выставки значит прошла эта выставка где представлены значит экспонаты и достижения там народного хозяйства и так далее и тому подобного таких стран как испания франция германия там англия значит россия и сибирь думаю елы-палы почему россия и сибирь как бы в двух разных как бы это не одно государство думаю странное дело то происходит давайте я вам сейчас зачитаю одну интересную книгу по поводу этого самого сепаратизма и вы посмотрите что что-то там непонятное творилось это в то время и то что мы знаем о том времени как бы по нашей истории далеко не совпадает с то что мы находим в документах давайте я вам зачитаю вот такую интересную книжечку называется областническая тенденция в сибири здесь ребята в этой книжке ссылку я вам оставлю можете сами все прочитать здесь значит описывается этот самый сепаратизм как бы люди ратуют за то что за отделение со сибири от российского государства вы не подумайте я значит не за сепаратизм и не преследую цели чтобы сибирь отделилась я просто вам зачитываю то есть есть документ есть ролик и есть интересные места которые я вам и хочу зачитать так давайте значит местная тенденция в сибири до шестидесятых годов имеется в виду 1860-х термин областничество появился около 15 лет тому назад поттер но тенденция которая понимается под этим именем задолго до этого уже жила в сибири только обозначилась она другим именем она называлась сибирским местным патриотизмом первым сибирским патриотом всегда считался всегда считали словцова автора большого сочинения в двух томах историческое обозрение сибири словцов не был щедр на патриотические фразы в которых выражалось бы его особое чувство к сибири но сибирские читатели его книги не сомневались что она была написана в сознании необходимости дать землякам чтение которое бы привлекало их внимание к своей родине поэтому образованные сибиряки смотрели на составление этой книги как на патриотический подвиг план для книги был придуман красивый словцов разделил историю сибири на периоды и за каждый период отдельно дает очерк расширение географических пределов колонизационного захвата и культурных успехов и экономических изменений претерпеваемых населением таким родом автор дал своим землякам энциклопедию исторических и географических сведений о сибири хотя труд словцова не отмечен ярким чувством сибирского патриотизма чтение этой книги воспитывала все-таки в сибиряках интерес к своей родине так поехали дальше к одному времени с учениками словцова принадлежат сибирские писатели мордвинов и ершов это ребята именно тот ершов о котором я в начале ролика вам сказал были ли они также учениками словцова мнение известно но от них можно сказать что это были первые сибиряки которые манифестировали сибирский патриотизм мордвинов заявил о нем в одной из крохотной статейки которую он возражал в одной крохотной статейки в которой он возражал на заметку гарсиеванова появившуюся в 40-х годах в отечественных записках краевского гарсиеванов утверждал что сибирь страна с бедной природой лишенной надежды на расцвет культуры и экономического богатства в будущем а потому правительство будет поступать неразумно если будет тратить на эту страну свои труды и деньги так поехали дальше эту последнюю стадию мы находим связанную с именем ершова у ершова впервые впервые появляются патриотические планы и увлечения но не в печати своих мечтах молодости не отличавшихся в литературную форму ершов уроженец стобольска автор известной сказки конек горбунок кончая курс в петербургском университете составлял обширный план служения интересам сибири поехали дальше в 1848 году по свидетельству генерал губернатора западной сибири князя горчакова у сибирской молодежи появилась опасная с государственным с государственной точки зрения идея что золото пушнина лесное богатство рыбные оброчные статьи должны составлять достояние области и не должны подвергаться расхищению государственными сановниками идея пола появилась следовательно в такое время когда молодая сибирь еще не сидела на скамьях средних учебных заведений вот тут вот ребята значит в этой статье вы найдете один там или я не знаю или автор этот пишет или у кого-то он прочитал что значит опасно чтобы народ был образованный понимаете да потому что это ведет к сепаратизму так ну ладно сами можете прочитать здесь очень много интересная статья по поводу этого сепаратизма но я вам хочу ребята зачитать один интересный момент из этой статьи поехали это я вам ребята показал про то что я вам сейчас только что зачитал так просто чтобы вы посмотрели о том как чиновники обворовывают нашу страну причем не только в сибири а во всех областях вывозится все буквально все вывозится вот посмотрите это происходило в течение ребята последних сто или сто пятьдесят лет постоянно нас грабят так давайте теперь вернемся значит к прочитанному относительно сибири долго велся спор колония ли она великий князь константин утверждал что сибирь не колония а расширение империи к востоку то есть составляет другими частями империи однородное целое но вопрос решается не смежным или отдаленным с метрополией положением страны а тем входила ли страна в состав метрополии в момент образования государства в метрополии и если не входила а присоединена после то после присоединения страны применялась ли к ней так называемая колониальная политика мы знаем что русское государство прожило 700 лет прежде чем присоединил присоединилась к нему сибирь то есть ребята это значит статья за 1900 год отнимаем 700 лет 1200 и получается понимаете а мы знаем что сибирь присоединили ермак присоединил 1585 год ну ладно поехали дальше мы знаем что русское государство прожило 700 лет прежде чем присоединил присоединилась к нему сибирь мы знаем далее что во всякую эпоху самый драгоценный продукт сибири объявлялся изъятым использование колонистами подвергался энергетическому извлечению из страны в пользу государству и исчезал из страны не принесший ей никаких благих последствий поехали дальше так поехали дальше сороковых годах так первый крик нарождающего на рождающегося сибирского областничества раздавшийся в сороковых годах естественное богатство сибири и есть достояние области удачно сразу на эти области экономических интересов как базу сибирского областничества и эти слова станут главным лозунгом сибирских патриотов да и в особен да да и в обособленных этнографически областях как польша и малороссия обособление зиждется главным образом на почве экономической так обособлен на почве экономических интересов а этнографические особенности служат только побочным средством для пропаганды ребята понимаете то есть сначала бабло а потом уже этнографические ну как это что сейчас в украине происходит то есть на первом месте бабло а потом уже об украинцах там то есть это результат пропаганды посмотрите книга за 1906 год все конкретно написано читайте на здоровье так как польша и малороссия обособление зиждется главным образом на почве экономических интересов а этнографические особенности служат только побочным средством для пропаганды и если мы пробежим ряды областей русского государства в которых более или менее интенсивно выразилось местное чувство то мы увидим что этнографические особенности наступают не везде одинаково выпукло или что бывает что область этнографических ничем не отличается от от господствующего у великорусского племени а местное чувство достаточно таки в ней интенсивно всех далее от государственного племени отстоит финляндия язык даже не арийский религия лютеранская история области шла независимо от имперской до александра первого польша уже ближе язык хотя и не русский но все же славянский религия католическая более близко к православию к империи страна присоединилась ранее финляндии еще ближе малороссия язык русский хотя и не великорусский вера тоже православная еще раз ребята зачитаю для украинцев еще ближе малороссия это об украине ребята говорится еще ближе малороссия язык русский хотя и не великорусский вера тоже православная независимая от империи история короче общих исторических преданий много наконец маленькая область уральских казаков язык вера историческая жизнь те же самые но своеобразный экономический быт резко отмежевывает эту область от остального русского мира все природное богатство области земля луга рыба в реке соль и прочее состоит в общем пользование всего населения нераздробленным поселением это пользование регулируется старым записанным обычаем и новыми постановлениями войскового круга по нынешней терминологии казачьего хозяйственного собрания это сплачивает население изули изолирует от остальной империи и выделяет местный патриотизм из общерусского не менее сильно чем в малороссии уральский казак также резко противопоставляет свое местное остальному русскому как и украина фил а между тем этот сепаратизм чувство образовался без всяких этнографических и да и традиционных источников понятно да вот теперь ребята вы поняли да рыба земля луга соль все состоит в общем пользование всего населения то есть вы замечаете то же самое ребят обтравился и в войске донском и практически везде на территории россии то есть получается то царь то не очень был плохой вот теперь вот тут вот я значит вам зачитаю другую интересную статью из вот этого вот журнала полтавские епархиальные ведомости часть неофициально 1909 так христианство и социализм не трудно заметить что злобу ваших дней наших дней главный преобладающий интерес нашего времени составляют по преимуществу вопросы характера социального особый интерес к этим вопросам пробужден революционным движением последних лет которое было подготовлено и вызвано у нас в значительной степени пропагандой учения социалистического социалистические идеи одних пленили своей заманчивостью и увлекли на баррикады другим вызвали на размышления возбудив сомнения и всех вообще в большой или меньшей степени заинтересовали не может пройти мимо этих вопросов и пастырь церкви который зорко стоя на страже духовных интересах своей паспы должен быть чуток и отзывчив к вопросам своего времени так поехали так отрицательно относясь к экономическому строю основанному на свободной конкуренции социалисты предлагали такое устройство общества при котором средства и орудия производства находились бы в одних руках ой находились бы в руках не отдельных лиц а целого общества думая что при таком строе произойдет более равноверное распределение земных благ между людьми и уничтожится нищета наиболее трудящегося класса населения то есть ребята смотрите написано социализм то что я вам сейчас прочитал то есть этот самый социализм в казачьих войсках был уже давно как я вам зачитал по правилам своих предков можете еще раз прочитать не буду повторяться так давайте же теперь посмотрим что тут нам эти про этот социализм пишут эти самые церковники поехали дальше социализм берет под свою защиту пролетариат наиболее трудящийся и наименее обеспеченный класс населения и ставит своей целью улучшить его положение в этом именно пункте социализм сближается с христианством так как по видимому проявляет ту заботу о меньшем брате какую заповедуют нам евангелие многие на этом основании склонны даже смешивать и принимать учение социалистическое за учение евангельское тем более что сами социалисты нередко в целях пропаганды прикрываются учением христианским ну и вот тут ребята самое интересное но не следует забывать чтоб при внешнем поверхностном сходстве между христианством и социализмом есть глубокая и существенная разница христианство это богооткровенная религия которая отвечает и удовлетворяет всем важнейшим запрошам запросам желанием и воздыханием живой человеческой души а социализм это человеческое учение социально-экономическая доктрина имеющая в виду лучшее устройство земного человеческого благополучия христианство ставит пред нами возвышенный идеал бесконечного нравственного развития и усовершенствование оно указывает на мир горный куда должны стремиться странники и временные пришельцы сей бедственной земной юдолии оно рисует бесконечные перспективы вечной жизни в светлых обителях отца небесного а социализм ограничивает нам кругозор узкими рамками земного внешнего материального существования и ставит перед нами неизменный идеал с этого равенства то есть понимаете о чем он говорит здесь он где то зачем вам хорошо ребята же вы должны о душе думать понимаете да правда забота о внешнем благосостоянии не запрещается христианством сам господь научил нас молиться хлеб нас насущный дашь нам днесь но социализм одностороннее и даже исключительно выдвигает на первый план внешне материальный интерес и в этом его первая ложь то есть сам церковник который должен бороться за благосостояние на своего народа чтобы он жил хорошо говорит что это ребята ложь социализм он ненужный то есть тем самым он против того устройства которое было испокон веков войске донском воинской уральском ну и во многих других областях понимаете да как выворачивают они наизнанку все это дело вторая ложь социализма в том что своей цели которая по видимо и отчасти об а сближается су с указанная в евангелии заботу о меньшем братье он стремится достигнуть не евангельским путем евангелие говорит о любви как единственном средстве лучшего устроения своей жизни как временной так и вечной а социализм говорит о борьбе и насилии вот такая вот интереса можете дальше значит прочитать что он тут и главное ребята капитализм он тут не затрагивает хотя в начале тут есть против капитализм как чё образовалась откуда пошло но капитализм его не интересует ребята ему нужно обосрать и опохабить именно социализм понимаете так что это дело темное тут в этой истории как чего я думаю что и революция тайна это октябрьская была правильная изначально но пришли другие люди переписали испохабили и сделали так как выгнана было им смотрите следующий ролик я вам прочитаю интересную статью из этого же из этого же сборника епархиальные ведомости учение 12 апостолов я здесь вам ребята зачитаю как я уже вам показывал значит толстой лев николаевич толстой вы за что его предали анафеме он выступал против церковников а теперь я вам ребята вот здесь вот зачитаю вот в этой статье учение 12 апостолов и я вам покажу как подменяются понятия не то что в библии ха везде спасибо за внимание подписывайтесь на канал до свидания в подъеме а у и Продолжение следует...